А вы выходили за территорию отеля в Шарме или Хургаде? Грязь, обесцвеченные вывески магазинов, недострой, хибары. Можно повеселить себя, играя в футбол пустой банкой. Попрошайничают все. Уровень попрошайничества разный. В турфирмах будут пытаться развести тебя на покупку тура, поездки, походки, прогулки, проплавки. И не факт, что оно тебе надо. И не факт, что местный чувак не накинул свою моржу на моржу. Египетские магазины – это отдельный челлендж, где продавцы слетаются вокруг тебя, как голуби, наброшенные на центральной городской площади семечки. Где семечки – это ваши деньги. Бедуин будет втуливать тебе катание на верблюде за 20, 15, 10 баксов и так далее по всем направлениям. А что мы хотим? 30% молодого населения Египта живет за чертой бедности. Бюджет Египта максимально зависит от туризма. Туризм Египта максимально зависит от нас. Мы везем туда свои денежки. И они хотят, чтобы эти денежки были поменены на наши эмоции. Хорошие или плохие – неважно. Если поговорятся в статистике по доходам населения, то можно обнаружить, что средние доходы жителей России в три раза выше доходов жителей Египта. Всеми любимые аниматоры, официанты, бармены в гостишках получают по 300 баксов в месяц. И в большей степени рассчитывают на хорошие чаевые. Так в чем же причина того, что мы едем отдыхать в Египет? Тепло зимой, когда у нас лютый холод. Хороший сервис и все включено с дешевым алкоголем. Африканская экзотика и пирамиды. Лебедь, сделанный из полотенца на твоей кровати. Фантастик. Ну приятно. Ну как может не привлекать вид из модного номера на извилистый бассейн с голубой водой и пальмы? Пусть и искусственные. Да, и солнце здесь дешевое. В смысле, дешевле, чем где-либо еще. Забавно, что в середине прошлого столетия египетское правительство ориентировалось в экономическом плане на Советский Союз. Но весь этот курс по итогу оказался неэффективным. Что произошло потом? Конечно, египтяне отказались от модели СССР. Пользу ориентира на экономику США стало получше. Что приносит деньги Египту помимо туризма и Мухаммеда Салаха? Сбор за проезд по Суэцкому каналу. Экспорт нефти, фруктов, овощей, хлопка. Денежки состоятельных египтян, живущих за границей. В остальном Египет слаб. Очень слаб. Нил уже не тот, что был раньше. Если вы собираетесь в Египет путешествовать, а не отдыхать, то вы обязательно попадете в Каир. Его все абсолютно справедливо называют городом контрастов. Так это еще вы многого не увидите. Трущобы, беднота, мусор. Полулегальное, некомфортное существование в тесноте и в обиде. 20 миллионов проживающих в Каире человек. Относительно благополучные районы со всех сторон окружены густонаселенными бедными кварталами. Возвращаемся обратно домой из отпуска. С мыслями о том, что и у нас неплохо было бы сделать хороший курорт и все включено. И чтоб понырять с маской в воды Байкала. И поплавать на яхте с говорящим названием «Свобода» вдоль Черноморского побережья. И покататься на коняшках в долинах Кавказа. Субтитры создавал DimaTorzok